Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня необычный день. Сегодня день царско-сельского лицея. 19 октября 1811 года, еще в XIX веке, в России открылся императорский царско-сельский лицей. Он был основан по указу императора Александра I и предназначался для обучения дворянских детей. По первоначальному плану в лицее должны были воспитываться также и младшие братья царя Николай и Михаил. Программа была разработана Михаилом Спиранским, общественным государственным деятелем, реформатором и законотворцем. Она была ориентирована в первую очередь на подготовку государственных просвещенных чиновников высших рангов. В лицее принимали детей в 10-14 лет. Приема осуществлялся каждые три года. В первые годы лицей находился в ведении Министерства народного просвещения, а в 1822 году был подчинен военному ведомству. Продолжительность обучения составляла 6 лет. Лицеисты изучали следующие дисциплины. Нравственные, закон Божий, этика, логика, правоведение, политическая экономия. Словесные, российская, латинская, французская, немецкая словесность и языки, риторика. Исторические, российская всеобщая история, физическая география, физические и математические науки, изящные искусства и гимнастические упражнения, чистописание, рисование танцев, фехтование, верховая мезда, плавные. Из стен Царско-сельского лицея вышли многие будущие выдающиеся деятели России XIX века и литераторы. Вильгельм Кухельбекер, Антон Бельбек, Александр Горчаков, Михаил Салтыков-Щедрин и многие другие. Имя самого известного ученика Александр Пушкин. И сегодня мне хотелось бы почитать вам о том времени, который провел юный поэт в лицерии. И взять для этого книгу из серии «Жизнь замечательных детей» Валерия Воскобойникова. Эта серия награждена почетным дипломом Андерсона и включена в список лучших книг мира. Ее автор стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области культуры. Валерий Воскобойников интересно и весело рассказывает детям о самых знаменитых людях планеты. Итак, послушайте небольшой отрывок о лицеисте Александре Пушкине. Лицей поместили недалеко от Петербурга, в царском селе. И все шесть лет учебы лицеистам было запрещено покидать это место, а родственников допускали к ним только по праздникам. Царь отдал для лицея огромный флигель своего дворца. Все четыре этажа этого флигеля перестроили так, чтобы здесь, никуда не выезжая, могли жить, учиться и отдыхать 50 юношей. На первом этаже были квартиры губернеров, педагогов и служащих. На втором столовая, больница с аптекой и актовый зал. На третьем лицеисты учились и отдыхали. Здесь были три класса, два для дневных занятий и один для самостоятельных вечеров. Еще были физический кабинет, комната для газеты журналов, библиотека. А на четвертом этаже – дортуары, 50 спальных комнат для лицеистов. В каждой комнате поставили железную кровать, комод, конторку с чернильницей, подсвечником и щипцами. Там были также зеркало, стул, туалетный столик. Комнаты отделялись перегородками, которые не доходили до потолка. Поэтому укладывались спать, лицеисты могли часами разговаривать с соседями. Однако они быстро засыпали, потому что уже в шесть утра их будили звонком. Все одевались и собирались в зал на молитву, которую читали по очереди. С семи утра до девяти шли занятия в классе. В девять утра лицеистов ждал чай с булочками. Потом они прогуливались до десяти, а с десяти до двенадцати продолжались занятия. От двенадцати до часа была вторая прогулка. В час подавали обед, а с двух до трех занимались чистописанием или рисованием. В пять лицеисты перечачивали вкусным. До шести они в третий раз прогуливались в парке, а потом собирались в классе, чтобы повторять уроки. По средам и субботам их учили танцем и фехтованием. Каждую субботу устраивали баню. В половине девятого раздавался звонок на ужин, а после ужина в десяти вечера отдыхали. И наконец в десять вечера снова шли на молитву, а потом расходились по комнатам и засыпали. Очень скоро каждый из лицеистов заблистал каким-нибудь даром. Один мгновенно вычислял на доске сложные примеры, другой мог лично фехтовать, третий свободно разговаривал на европейских языках, четвертый лучше всех играл в мяч, а Пушкин знал лучше всех французских писателей и сочинял талантливые стихи. Через год началось нашествие войск Наполеона на Россию. Его армия продвигалась к Москве и грозила захватить Петербург. И тогда вся страна поднялась на защиту Отечества. Мужчины из дворянских семей отправлялись добровольцами на войну. Крестьяне, захватив вилы и топоры, собирались в партизанские отряды и подстерегали врагов на лесных дорогах. Лицеисты тоже мечтали попасть на войну, но их не брали. А мимо окон один за другим проходили на смертный бой гвардейские полки. В этих полках шли их отцы, старшие братья, родственники. Прямо во время уроков лицеисты выбегали на улицу вместе с учителями, чтобы проводить войнов и, быть может, в последний раз обнять родных и знакомых. А усатые гринадеры осеняли их крестным ознамением. Общая беда быстро подружила лицеистов, но у каждого человека есть еще особенно близкие друзья. У Пушкина такими стали Иван Пущин, Антон Дельвег и Вильвель Кюфельбекер. Иван Пущин был соседом Пушкина, а к тому же добрым и умным человеком. И они долгими вечерами разговаривали через перегородку. А Дельвег и Кюфельбекер писали стихи. Они часто собираются вместе и читали стихи друг к другу. И Пушкин посвятил своим друзьям много стихотворений. Их можно прочитать в различных сборниках, а дружба, которая началась в детские годы, прошла через всю жизнь. Тяжелая война закончилась полной победой. Русские войска с триумфом возвращались из Парижа домой. Во время Отечественной войны прославился поэт Василий Андреевич Жуковский. Никогда не служивший в армии, он, как и многие, записался добровольцем. И главнокомандующий Кутузов назначил его писателем при своем штабе. В самые трудные дни для России Жуковский написал много воззваний к русскому народу. В Петербурге Жуковский узнал о талантливом юном поэте, который учился в лицее. Юношу звали Александр Пушкин. Несколько его стихотворений уже напечатали московские взрослые журналы. Многие стихи ходили в списках. Однажды Жуковский сел в коляску и отправился в царское село, чтобы встретиться с Пушкиным. Дорога занимала немало времени. Узнав, что в лицее приехал сам Жуковский, педагоги освободили Пушкина от урока. И вдвоем они, два поэта, знаменитый и юный, долго прогуливались по аллеям парка. Столько стихов сразу Пушкин не читал никогда в жизни. Возможно, он прочитал Жуковскому полное собрание своих сочинений. Жуковский вернулся в Петербург потрясенный и наутро написал другу и поэту, князю Петру Андреевичу Вяземскому. Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем. Нам всем надо бы насоединиться, чтобы помочь вырасти нашему будущему гиганту, который всех нас перерастет. А спустя несколько лет, когда Пушкин, уже выйдя из лицея, создал первую большую поэму Руслана Людмила, Жуковский подарил ему свой портрет с надписью «Победитель ученику от побежденного учителя». Если Жуковский был в те годы самым любимым поэтом, то поэтом самым главным считали Гаврилу Романовичу Державину. Он прославился еще в 1782 году своей «Одой Филипсов», которой воспел императрицу Екатерину II. А когда Державин написал оду «Бог», то стал первым русским поэтом, знаменитым в Европе. Эту оду перевели на все европейские языки и даже издали в Японии. В одной только Германии ее переводили шесть раз, а во Франции – пятнадцать. Военную службу Державин начинал простым солдатом, а потом кем только не был – и губернатором, и сенатором, и министром. Кабинеты должности его часто менялись, но одно оставалось постоянным – он любил поэзию. И когда 8 января 1815 года в лицее устроили публичный экзамен, он стал самым почетным гостем. Александру Пушкину было 15 лет. Он очень волновался, узнав, что его будет экзаменовать сам Державин. Но когда его вызвали, и он громко начал читать собственное стихотворение, которое называлось «Воспоминание в царском селе», его волнение, как у настоящего артиста, сразу переросло в воодушевление. Друзья-лицеисты эти стихи уже знали, но теперь, затаив дыхание, они как будто впервые вслушивали знакомые строки. А когда юный поэт умолк, старик Державин вскочил и бросился его целовать, а потом, обняв, перекрестил, благословил на служение музам. Друзья в эти мгновения благоговейно замерзли, а когда пришли в себя и тоже захотели обнять своего товарища, Пушкина уже не было. От волнения он убежал и спрятался. Ну а кому интересно продолжение этой истории, читайте, пожалуйста, книгу Валерия Пскобойникова «Жизнь замечательных детей». Спасибо за внимание. Продолжение следует...